Всем привет, с вами Бригадир, бой 2х2, со мной Соклановец Макс, клан Born in the USSR, сделанная в СССР. Карта не столько большая, она без воды, хоть есть здесь какое-то болотце, но карта лесная, против нас два конфедерата, также 20-21 рангов. Макс захватывает потихонечку контейнеры, у меня развитие чуть-чуть помедленнее, я как обычно как-то не удается мне в последнее время вообще быстро делать развертку. Я начинаю с СС и Электро, потом только ставлю конзармы, наверное надо делать наоборот, ну не знаю, надо подумать с этим вопросом. Ну потихонечку все равно отбираются контейнеры. Карта лесная, я на этот бой сразу думал, что что-то здесь, я думаю, надо какую-то короткую тактику, не надо здесь, естественно, Ягахама. Тем более, хамелеоны я в последнее время стараюсь не делать. Делаю я койотов для того, чтобы захватить эти контейнеры. Сюда отправляю, сюда должен отправить. Собственно, койоты как основная машина для захвата этих контейнеров, поэтому поставил сразу два штурмовых завода. Собственно, эти контейнеры мы забираем. Здесь приезжает крепость, эту крепость убивают 4 койота, по-моему, все койоты мои, да, желтенькие, да, желтенькие койоты, 4 койота, сгрызли крепость и захватили, собственно, Максу-то я вообще оставил здесь что-то из этих самых. Так, у Макса раз, два, три, четыре, пять ЦС, третий штаб, у меня стоит третий штаб, да, наверное, стоит. Здесь приходит, соответственно, такая вот бригада захватывать контейнер, своими койотами я срываюсь и, собственно, надо убить эту крепость синюю, потому что, ну, зачем она нужна, если, собственно, есть. Макс разведывает синего игрока и, соответственно, моего, какой он, зеленый, да, зеленый, наверное, и тут я вижу молоты, тут я вижу молотков, здесь, собственно, стоит 5 ЦС, два завода молотков и, собственно, это будет рак, огнеметчик, молотки, огнеметчики, и тут я понимаю, что без гранатометчиков, ну, до гранатометчиков я делаю, собственно, всегда, сделаю здесь, по-моему, четвертый штаб, потому что, думаю, ну, круто, сделаю гранатометчиков, сделаю ягуаров и, собственно, буду защищаться. Здесь у меня койоты, здесь мне Макс говорит, что здесь будут вертексы, но мне, как бы, вертексы пока не надо, здесь, как бы, молотки делаются в больших объемах, пятая минута, и, как бы, надо гранатометчиков делать, и, собственно, иначе у меня будет не очень хорошая ситуация. Ну, собственно, добавляю ягуара, здесь прилетает вертекс, выходит, два спецзавода поставлено, у Макса стоит с трекозой, он идет, собственно, убивать тут тоже чуть-чуть немножечко. Синий игрок тоже идет в технику и конкретно у молотов. Молотов, говорят, подняли очень сильно на больших картах, там, с щитом, не с щитом, ну, в общем, шестая минута. Ко мне едет уже охренеть какая бригада молотков, прошла всего одна минута, у меня сделались гранатометчики. Собственно, это и есть этот раш, это молоты, это, ну, я не использовал бусты, здесь, собственно, использую голдоборону, а что делать? У меня всего один ягуар и какая-то пехота, то есть, ну, пока он ко мне едет, пока он пытается проехать, огнеметчиками, конечно, не надо было бежать, наверное, все-таки надо было пехоту сжечь, а не проезжать. Выходит второй ягуар и, собственно, он не может проехать, его забирают, и, собственно, у меня какая мысль? И идти сразу в контратаку. Чего, собственно, здесь елду гонять, как говорится? Ко мне прилетает Макс плюс, он тут очень хорошо сыграл, он хотел, наверное, мне помочь, но так получилось, что те гранатометчики, которые были докачаны до обновления, я их еще вообще даже ни разу не качал, они, в принципе, справляются с молотами, по крайней мере, в этом ВПК справляются. Здесь, собственно, у меня три ягуара, я не... как-то вот огнеметчики мне спалили сразу моих гранатометчиков и как-то не очень, плюс еще синий подъезжает, я тут пытаюсь как-то сюда проехать, у меня 4-5 дикобразов, в принципе, это довольно много, плюс ко мне Макс приехал дикобразами помогать, и я так подумал, что я смогу... не, ну, должны как-то падать, я не знаю, какой синий был, 20 или 21 ранг, но тут у меня кончились три ягуара, как-то огнеметчики сожгли мою пехоту, и я понимаю, что нужно отваливать, не терять дикобразов, как-то подкопиться, собственно, как-то не очень хорошо. Здесь, собственно, то же самое, у Макса ситуация против молотов, против пехоты, это классический молотопех, у него также 2-3 ягуара, плюс пехота та же самая, то есть тактика у него выбрана такая же, это очень абсолютно правильная тактика против молотопеха, здесь у меня несколько ягуаров, у меня, собственно, 2 завода с ягуарами, 3 завода спецмашин и 2 казармы. Делаю я дальше, ну, 2 завода с ягуарами только на 4 штабе, поэтому нужно было делать 4 штаб. Здесь прилетают вертексы, кстати говоря, против молотопехи, плюс вертексы, это много кого, наверное, здесь сидит 21 ранг, может быть 20, не знаю, очень много ресурсов надо для этого. Я не так сказать, что много использую золотых бутов, но вот здесь вот я заюзывал общая атака всех юнитов, начинается сразу движуха, потому что все стреляют очень далеко, ягуары стреляют, и ничего не происходит, потому что нету никакой движухи, собственно. У меня 4 ягуара, 5 дикобразов и пехота, летят огнеметчики, огнеметчики начинают сжигать мою пехоту, это не очень хорошо. Ягуары разложены очень неплохо, они уничтожили всех молотов, дикобразы пытаются уничтожить огнеметчика, когда он летит, почему-то он не получает урон, наверное, это баг, не знаю, не исправлен. Собственно, уже заезжаю на базу, здесь у него 2 штурмзавода, они прямо, скажем, выставлены на показ, и что еще остается делать? Макс делает сюда заход дикобразами, чтобы, может быть, меня вот вертексами вот этими не сбить, но у меня свои дикобразы чуть-чуть есть, он уничтожает мне ягуаров как основную силу, у меня их 5 штук, этого хватит, плюс у него эти заводы выставлены не где-то вглубь базы, а, собственно, прямо на острие атаки, это, наверное, была большая ошибка. И, собственно, здесь у него скопление войск, здесь они как-то были ошеломлены, была 6-7 минута, была ко мне атака, она не удалась, пехота и 2 ягуара это все отбили, огнеметчики бежали, не спасли, и, собственно, зеленый игрок повержен, все вот эти оборонительные сооружения ему не спасли, и на этом, можно сказать, бой закончен, но был определенный момент, который я сейчас хочу показать. Синий игрок сделал Зевсов, и, собственно, здесь игрок Макс сливает ПО, здесь у него большое количество молотов каких-то, он не сдаются, они хотят, собственно, играть чуть подальше, здесь у меня раскладка ягуары, плюс пехота и дикобразный холдей, все по классике, кстати говоря, единственное, пехота должна быть чуть-чуть подальше, дикобразный, наверное, чуть поближе, но не суть важно. Собственно, нет, я все-таки что-то здесь, наверное, перепутал, по-моему, были должны были быть Зевсы, но были чуть-чуть другие. В итоге сам он сломал здание, на этом бой окончен. Вот такие молоты, не знаю, как их поувеличили, но пехота с ними справляется, в принципе, нормально. Спасибо за просмотр, всем пока!